На улице сейчас шумно звучит так, будто противоздушной обороне приходится хорошо работать в Киеве, чтобы ответить на российский первомайский будильник. Так посол Великобритании в Украине Мелинда Симонс отреагировала на ночную атаку россиян на столицу Украины. 18 ракет россияне запустили по украинским городам за минувшую ночь, 15 из которых сбито силами противовоздушной обороны Украины. Над Киевом были уничтожены все цели. Ракеты летели типа Х-101 и Х-555. Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Атаковали с Каспийского моря двумя самолетами Ту-160, а также из Мурманской области было 9 самолетов Ту-95. Цинично и безжалостно россияне в местных телеграм-каналах советовали украинцам запастись памперсами, аккумуляторами, водой и едой. Теперь они сетуют, что ни в одном из регионов Украины не сообщили об аварийном отключении электроэнергии. А раньше, мол, отключали свет и не ходило метро. Их ожидания не оправдались. И все же на Днепропетровщине ночь оказалась трагическая. Враг атаковал Павлоградский район. Там попали в гражданскую застройку. В результате удара пострадали 25 человек, среди них трое детей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Пострадали многоэтажки, садики и школы, промышленное предприятие. О работе ПВО сообщали власти Хмельничины. Также армия РФ в который раз обстреляла Очаковскую громаду на Николаевщине, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. Также за прошедшие сутки и утром понедельника, 1 мая, войска РФ атаковали населенные пункты в Харьковской, Херсонской, Запорожской и Сумской областях. Вооруженные силы Украины отбили у россиян позиции на востоке Украины. Речь идет об отдельных участках Бахмута Донецкой области. Там украинские военные контратаковали россиян. Об этом говорит командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Униан. На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Враг провел многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций по нескольким направлениям. Впрочем, благодаря стойкости и мужеству защитников крепости, действия врага потерпели неудачу. На Бахмутском направлении россияне применяют максимум усилий, говорит Сырский. По его словам, в бой постоянно бросаются новые штурмовые группы Вагнера. Бойцы других частных компаний – десантники. Но взять город под контроль противнику не удается. Ситуация достаточно сложная. Вместе с тем, на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции. Что касается лиманского направления фронта, там украинские защитники за последние несколько дней отбили многочисленные штурмы. Противник понес потери, были взяты в плен 10 вражеских солдат, добавил Александр Сырский. По данным Генштаба ВСУ, украинские военные за сутки отбили более 36 атак россиян на Бахмутском, Авдеевском и Маринском направлениях. Там РФ продолжает сосредотачивать основные силы на ведение наступательных действий. Не доехал до своего места назначения грузовой поезд в Брянской области РФ. Локомотив состоял из 60 вагонов и перевозил нефтепродукты и полиматериалы. Железное полотно было подорвано. Об этом пишет в своем телеграм-канале губернатор области Александр Богомаз. В Унечском районе на 136-м километре железнодорожных путей Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава. Восемь вагонов перевернулись на бок. На месте аварии произошел пожар. Пострадавших нет. Движение на данном участке дороги приостановлено. Напомним, ранее подобная диверсия произошла недалеко от Санкт-Петербурга. Неизвестные подорвали опору линии электропередачи. Тогда без света остались потребители Ленинградской АЭС. Позже российские СМИ сообщили, что на месте подрыва опоры нашли еще три взрывных устройства. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подготовка к контрнаступлению уже на финишной прямой. Как сообщает Униан, это заявление прозвучало в эфире национального телемарафона. По его словам, уже многое сделано для того, чтобы контрнаступление было удачным. Резников сообщил, что сейчас уже все готово. Дальше нужно действовать согласно ситуации на поле боя. Согласно решению и пониманию ситуации на поле боя, генерального штаба, главкома и его команды, будет понятно, как, где и когда. Кроме того, Резников прокомментировал и вопрос предоставления Украине современных истребителей. По его словам, западные партнеры неоднократно отказывали в предоставлении техники, но в конце концов, современное вооружение сейчас на контроле ВСУ. Речь идет о «Хаймарс Айристи» на Самси Патриот. Ранее оказалось, что это оружие невозможно получить, но сейчас им успешно пользуются украинские военные. Резников считает, что вскоре Украина получит и самолеты современной генерации. Это только вопрос времени. И самолеты тоже будут. Современные. Генерации 4+, однозначно. Замедление в этом вопросе, по словам министра, связано с тем, что партнеры очень практичны в принятии своих решений. Он объяснил, что им нужно сделать выбор – либо заказывать новые военные самолеты, а на это нужно время, либо дать те, которые надо снимать с боевого дежурства или из запасов. И в этом случае тоже нужно время на подготовку, обучение украинских пилотов и дальнейшее обслуживание. По словам Резникова, это дорогое удовольствие, так как один самолет обойдется в 120 миллионов долларов минимум. Также его нужно обслуживать. 10 самолетов будут стоить миллиард 200 долларов. Поэтому вопрос выделения бюджетных средств требует времени. Оккупированный Крым опять атакуют беспилотники. Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Работа ПВО замечена в Евпатории, а также в Севастополе. Губернатор оккупационной власти Михаил Развожаев заявил, что один беспилотник сбит. Силы флота во взаимодействии с ПВО сейчас отражают атаку вражеских БПЛА на внешнем рейде. Один беспилотник уже сбит. Все службы города находятся в готовности. Это уже вторая атака оккупированного полуострова за последнее время. 29 апреля на нефтебазе в Севастополе раздался мощный взрыв. По словам оккупантов, Севастополь был атакован якобы шестью китайскими беспилотниками. Только два долетели до нефтебазы. В Главном управлении разведки Украины заявили, что тогда в результате взрыва скорело около 40 тысяч тонн нефтепродуктов оккупантов. В украинской разведке порекомендовали украинцам, проживающим в оккупированном Крыму, в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами и объектами, которые обеспечивают армию агрессора. Также руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что вооруженные силы Украины и дальше будут уничтожать военные объекты российских оккупантов в Крыму. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет создать свою армию для защиты угнетенных народов. Как сообщает Унян, об этом он рассказал во время выступления в Российском университете спецназа. Целью его собственной армии якобы станет защита народов, которых притесняют в мире. По словам Кадырова, в последнее время он все чаще думает, чтобы создать хорошую армию, которая могла бы действовать в разных государствах и защищать людей, права которых якобы ограничивают демократические страны. Также он уверен в том, что к его армии присоединятся люди со всего мира и патриоты, готовые отдать жизнь ради порядка. Рамзан Кадыров – приверженник Путина, который часто делает одиозные заявления. В марте этого года он разгневался из-за решения Международного уголовного суда в Гаге выдать ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Кадыров заявил, что за депортацию украинских детей Путина якобы не судить надо, а выдвигать на Нобелевскую премию мира. Ведь диктатор якобы спасал украинских детей от бомбардировок Вооруженных сил Украины. Также недавно Кадыров отличился тем, что отказался от встречи со своими чеченскими бойцами, которые вернулись с украинского плена. Он заявил, что у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену.